Заливаем бензин на моей любимой колонке весом, которая расположена на набережной. Недалеко от улицы, ну рядом, параллельно улице Федагурово, какой-то был недавно грязный дождик. Залил и запачкал все вокруг, но при этом жарко. Ну это дождь шел несколько минут буквально, при этом тепло, 23 градуса. У меня даже в машине включен кондиционер, хотя уже можно и выключить. А так, приятно, очень погодит, теплая. Так, кстати, у нас тарифы на пензинь немножечко снизились. Вот еще раз покажу. 3.39, 4.23, 4.08. Это значит еврорегуляр, дизель и дизель энерджи. Это вот в этой колонке, где я заливаю, то есть у этого стояка. Потому что здесь еврорегуляр, вот дизель, дизель энерджи. А вот супер и вот основные категории, они у другого аппарата. Ну вообще-то говорят, что все отмечают, что цены на бензин снизились, понизились. И кроме того, цена на пшеницу и на муку тоже немножечко пошла вниз. Это означает, что хлеб должен стать дешевле. Ну вот посмотрим, как все это будет у нас. Сейчас вот мне уже залили и мы двинемся. Вот. Сейчас он мне даст мой абонемент на бензин. У нас такая, мы заранее покупаем этот бензин. Там сколько-то литров. И это уже надолго хватает. Как удобнее намного, чем каждый раз там оплачивать. Можно купить там сразу 200 литров или 300 литров. И это тебе хватает на какой-то период. Очень удобно. Я такую систему люблю и пользуюсь ей уже давно, как только появились на наших колонках такие системы. Вот сейчас мы поедем. Он это проводит сейчас сюда, там, в терминале. И после этого даст мне еще талончик, чек, где будет написано, сколько там у меня еще. Могло бы, нахуй, здесь сколько у меня осталось. Ну все, можно ехать уже. В принципе, уже поздно. Ну не совсем ночь теперь глубокая. Десять часов вечера. Машин мало уже, не так много. Пробки и час пик уже все завершены. Днем очень много людей и много пассажиров в метро. И не знаю, что случилось, почему вдруг все ринулись в метро. И на станции Ахметели в Аркетели и вокзал, где переход с одной линии на другую. Но там всегда было так. Когда вот мы ездили в университет, это было с 89 по 94 годы. Как раз был энергокризис, и это метро иногда останавливалось. Мы шли по шпалам, по туннелю. Там тоже было много людей. Вот в проходе, вот там туннельчик же между первой и второй станцией. Вот, на рожане это знают, милистцы. И там всегда вот была давка. Никто тогда этому не удивлялся. Но сейчас уже период, век интернета. Любую вещь, вот мы все фотографируем и выкладываем в сеть. Любую экзотику. Ну, потому что я не знаю, что вообще произошло, честно говоря. Вроде бы новые автобусы есть в большом количестве. Вроде бы все они на линию выходят. Странно. Не знаю, чем это объяснить. Даже вот мэр Тебелиси, Каха Каладзе, тоже не может это объяснить. Но он объясняет тем, что очень много машин в городе. Они создают заторы. Из-за этих заторов происходит опоздание этих автобусов, которые выбиваются из графика. И вот эти автобусы вовремя не подъезжают к каким-то станциям. Собирается большое количество людей, которые потом все вместе подъезжают к станции метро. Вот такое объяснение. Вот сзади меня какой-то вот не очень здоровый человек, понимаете. На какой-то коряге он ездит. Эта коряга шумит. Но вот самое главное именно на светофоре. Начать сигнал, сигналить. Биться в истерике. Ну, вообще, это классика жанра. Устроить аварию на пустой дороге. Вчера тоже я выезжаю с телевидения. Ночь, поздно. И что? Одна машина влетела в другую. Обе они здесь, потеряв управление, дальше влетели уже в дерево и столб. Ну, вот эта вот полуразбитая машина. Вот она больше всего воняла. И больше всего шумела. Куда он на ней тащится, даже неизвестно. Куда он на ней дотащится. Какой трамвай, такие пассажиры. Очень хорошая пословица. Между прочим, ее любила повторять наша учительница по математике, которая у нас преподавала в четвертом классе. Вот если сейчас слышат и слушают меня выпускники 37-й средней школы, которых очень много, к счастью, среди наших уважаемых зрителей, они ее точно знают. Это Этери Георгиевна Адаишвили. Она где-то преподавала до середины 90-х. Точно она преподавала. Хотя она такая была со стажем взрослая. Она преподавала только в четвертом классе. А потом, когда вот эти перескочили, тогда вот эти классы, четвертый стал пятым, там нулевой стал первым, ну, она уже преподавала в пятом классе. Вот только один раз она один год преподавала. И она вот отбивала у всех охоту изучать математику. Это была какая-то монстр, был монстр при всей моей любви к образовательной системе. Но вот она делала все, чтобы человек возненавидел школу вообще. Не то, что математику, школу. Вот когда были чернильницы еще, при мне уже их не было, но они вот были, вот когда моя мама училась, когда вот мои джоти, то есть мы в школе учились. Она вот прямо запускала в школу учеников чернильницы. Ну, потом она просто вот этими циркулями она могла вот что-то разодрать рожу этому несчастному четырекласснику. Такая агрессивная она была, она всем ставила двойки, вот это, ну, такая, ну, нездоровая. И она много-много-много лет преподавала. И сама она математику не знала. Она была сама специалист по немецкому языку. Ну, тогда как? Эти учебники редко менялись. Одно и то же, там, как шарманка, да, крутили. Ну, когда вот какие-то были изменения, она подходила уже к этим учителям-предметникам, к нашим, и вот просила, чтобы они бы ей решили бы задачку, помогли бы решить задачку. Или, там, если какие-то дополнительные, там, главы вводили, какие-то менялись книжки по методике преподавания, там, сборники контрольных работ самостоятельных, вот она просила, чтобы ей бы решили бы эти задачи. Но сама была сверхагрессивная, вот такая. Не знаю я, почему вообще такой человек должен столько лет преподавать в школе. Ну, и благодаря нее уже в пятый класс, когда переходили дети, они уже математику и не хотели слышать о математике. Ну, хотя у нас была математическая школа, но более-менее, там, ее как-то терпели. Много лет. Так что все зависит от педагога. Ну, потом уже у нас были хорошие педагоги, конечно, по математике. Это была Марина Сергеевна Кикоцкая, там была Лариса Михайловна, Кристина Федоровна. Такие они были все, прославленные учителя. И они компенсировали вот ту ненависть и заставляли потом влюбиться в математику. Кстати, вот сейчас учебники тоже вот новые, которые вот в Грузии, в обращении, они, кстати, неплохие, хотя многие их ругают. Там много интересных глав, много появилось других тем, которые раньше в школе не проходили, лишь не уделяли такое большое внимание этим темам. А сейчас изменилась программа. Ну, математика тебе математика, тебе я как математик. Для меня это там ничего нового, такого необычного нету, потому что мы-то изучали всю науку, математику в целом. Да, и вообще у нас был математический класс, математическое направление, где мы все проходили. Ну, какие-то главы уже ушли, изъяты какие-то темы, а что-то добавлено. Вот добавлено в больших дозах такая тема, как обработка данных, как вот теория вероятности, там элементы математической статистики. Зато полностью исчезли производные, исчезли интегралы, которыми нас доводили и домогались в 10-11 классе, да, производный интеграл, производный интеграл. Хотя вот в вступительных, в программе вступительных экзаменов для меня уже интеграла не было. Ну, вот мы уже перешли на очень такие математические понятия, которые большинству нашего зрителей и не нужны. Дорогие друзья, будет у нас очень много видео сейчас посвященных Кахете и Ортвеле, путешествую по Кахете. Вот такой вот цикл мы открываем. Так что ждите, готовьтесь, берите на заметку. Ортвеле сейчас в самом разгаре. Так что будет очень много чего интересного, зеленого, яркого, цветного и такого настоящего грузинского, колоритного. Всем большое спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok